Кто делает себе все веко сатинами? Может быть она не для этого создана, потому что этот бренд вообще создан не для этого. Это как вазелин. Что мне не подошло от чьи как раз вот эта вещь. Так ровно сидим. Здравствуйте. Они что, следили за мной? Я понять не могу. Пить энергозы это не круто. Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Сегодня будет трэш косметоз, который я тестировала за год. Я вообще удивлена, что это все до сих пор у меня есть. Так как я бы хотела все это, честно, вот выкинуть от всей души. Но, как и в видосе про лучшую косметику, я говорила о минусах лучшего косметоза, который мне понравился. Также и здесь. Постараюсь снять и плюсы у того, что мне не понравилось. Ну или хотя бы людей, которым это может подойти. Если оно не подошло, мне не значит, что оно не подойдет вам. И если вам что-то нравится, то, ребята, ну не кидайте в меня камнями. Как говорится, я тупая, а пользоваться этим не умею. Как обычно, начнем с ухода. Вот это я купила, не помню когда. Вроде бы в январе. Как видите, прошел год. Я до сих пор не могу допользоваться. Сверхгодности 2 года, но не мудрено, потому что здесь алкоголь на втором месте. Я не против спирта в составе. Вы меня неправильно не поймите. Это Estee Lauder Perfectly Clean Multi-Action Hydrating Toning Lotion. Если это хайдритинг, то тогда я буду балерина, ну или как минимум космонавт. Еее, бой! Ребята, это трэш. Это трэш. Также написано, что оно для всех типов кожи. Здесь 200 мл. Это, конечно, очень хорошо. Но эта вещь так сильно сушит кожу, как ничто никогда не сушило. Я говорю так тихо, потому что там кто-то сверлит. И я очень переживаю по этому поводу. Это дерьмо. Это трэш. У меня кожа нормальная, поэтому мне не подошло. Но если она у вас супер жирная, то, думаю, подойдет. Но зачем свою супер жирную кожу пересушивать? Ну, как видите, я пользовалась периодически, потому что надо допользовать. Я себя заставляю. Подумала, потратила деньги, собак стула, пользуюсь, а сэкономить решила. Не стала брать Шанель. Пожалуйста, вот тебе Estee Lauder. Замели сверлить. Сегодня, кстати, макияж выполнен этой косметикой, которую я как бы ненавижу, да? Ну ладно, то, что мне не понравилось. Еще я отрезала 20, не, наверное, ребят, 17 сантиметров волос. Я этому очень рада. Кто-то написал, что вообще незаметно, что что-то поменялось. Но я вам скажу, что незаметно. Ладно, теперь идем дальше. Супер Бизи отправили мне прекрасный пиар, достаточно большая коробка. И я была очень рада этому моменту и тестировала все это весь декабрь. Ну и часть января, соответственно. Здесь у меня осталось, ну, чуть больше половины. Я пользовалась им достаточно долго. Начну с этого. Это неплохая пена. Comfort Zone Foam Wash. Extra Soft. Я повторюсь, что кожа у меня нормальная, и эта пена совсем слегка, вот совсем чуть-чуть сушит. То есть не так критично. Я могу ей пользоваться, я ей буду дальше пользоваться, потому что она мне ее не сушает, как минимум. Но вот эта вот штука, тоже супер Бизи. Майселар Wash. Мицеллярная это, ну, умывашка. Мне она очень сильно сушит кожу. Очень. Вообще она мне понравилась тем, что она хорошо смывает остатки макияжа. После того, как я маслом, да, воспользуюсь каким-то, она очень хорошо вымывает все. Но огромный минус это то, что она сушит. Я не знаю, буду ли я дальше пользоваться. Да пользую ли я. Но тут уже, наверное, ребят, даже половина осталась, да. Короче, мне она не понравилась только из-за того, что кожу сушит. Если, опять-таки, у вас жирная кожа, вам очень понравится. Ну, мне как бы не подошло, но вот эта подошла побольше. То есть она не так сильно сушит. Но все равно есть такой немножечко чуть-чуть высушивающий момент. Если у вас кожа сухая, то эти две вещи вообще, ребят, не используйте. Ни первую, ни вторую. Потому что даже мне чуть-чуть сушит. Не скажу, что я бы купила второй раз, но это и не трэш. Я принесла эту вещь для того, чтобы на контрасте показать, что это получше будет. Далее, вот это, что такое? Это Beauty Bay Hydrating Overnight Moisture Balm с гелорановой кислотой и Polyglutamic Acid. Не знаю, что бы это значило. Мне моя подружайка из Голландии заказала Cosmetos Beauty Bay. Туда они положили этот подарочек, и она из Голландии отправила мне. Вы же можете заказать все на посредника. Эта штука заявляется как увлажняющий бальзам ночной. Или как любая другая ночная маска, только это бальзам, а не маска. То есть вы наносите на ночь и с утра умываетесь теплой водой. Очень хорошие вещи у меня есть от, ну скажите, я скажу, Glam Glow, что ли. Glow Recipe вот это, но она мне немного глаза почему-то сушит. Как будто в ней спирт. Однако с кожей работает хорошо. Вот это вот что? Это как вазелин. То есть я нанесла тупо как вазелин. Тут хоть и написано, что можно вообще все им мазать, но мне не нравится ощущение вазелина, и ничего оно мне не увлажнило. Вообще, трэш, никому не советую. Я даже плюсов найти не могу. Ну разве что вам нравится вазелиновое ощущение, тогда вам зайдет. Вот для волос, что мне не понравилось. Обычно тяжело мне не понравиться, но мне не понравилось. У меня нет этих продуктов, потому что я их закончила с горем пополам. В прошлом декабре, получается декабрь 21-го, я решила, что ну извините меня, я могу себе позволить ходить в салон и красить свою прекрасную голову. Краской Matrix. Я хотела именно Matrix, нашла салон, который у нас тут в городе есть. Очень популярный такой, известный, раскрученный салон. Я туда пришла, меня покрасили вроде нормально. Это не отзыв на салон, но когда я пришла второй раз, сказала, ну сделать мне ровный срез, меня почему-то в конце начали завивать. Если вы не знаете, то вас завивают, когда вас криво подстригли. Не в этом дело. Все хорошо было. Краска Matrix. Я не понимаю, что ее так все любят, но у меня волосы ее терпеть ненавидят, потому что она у меня вымывается буквально за полторы-две недели. У меня уже краски не было. И я мыла голову шампунем Matrix для окрашенных волос. Он мне вымывал просто все напрочь. Я когда ходила два или три раза краситься Matrix, мне смешивали третий-четвертый уровень цвета. Я сегодня не могу говорить почему-то. Короче, мне смешивали третий-четвертый оттенки. И я потом вернулась обратно на свой Лореаль из магнита. Я покупаю у меня третий уровень. И, ребята, у меня Matrix вымывал даже Лореаль. Я не знаю, с чем это связано. Однако мне очень понравилась маска. Я маску брала тоже в начале года. Пользовалась ей прямо до конца использовала. Очень хорошая. Но как и маска от Estelle, Estelle я брала в Улыбки Радуги, в зеленой такой упаковке. Два раза брала за прошлый год. Тоже понравилось. Знаете, в чем плюс брать именно профессиональные вещи? Вы меня, пожалуйста, выслушайте. Потому что я сравнила. Я раньше пользовалась понтином. Обожаю понтин просто всей душой. И люблю также Лореаль и Лесеф. Мне нравится. Но, в принципе, состав это может быть одинаковый. Но сырье разное. То есть, если написано какой-нибудь лауреал сульфат, может быть в более дорогом шампуне, да, в профессиональном. Он будет покачественнее. Но дело не только в качестве ингредиентов. Да, они одинаковые. Но как и в косметике, в принципе, одно и то же. Однако, 500 мл понтина стоит столько же, примерно, если рассчитывать цену за 1 литр, сколько и литр того же, допустим, капуса. Понимаете, в чем дело? То есть, если рассчитывать литровый объем, то, в принципе, разницы-то в цене нет. Потом я с Матрикса, так как шампунь мне вымывал все очень сильно, я пользуюсь кондиционером, тоже понравился. Я перешла на капус. От капуса бальзам отвратительный. Он мне ничего не сделал. Ровно как и Глискур в черной упаковке ничего не делает для меня. Это я про бальзам слэш-кондиционер говорю. Также недавно я пробовала Белита Шелк. Я решила, что, может, белорусские штуки опробовать. Ничего не делает. Я полбанки измазала. Вообще ничего. Абсолютно. И что еще для волос мне не подошло? Так, от капуса я ушла. Бальзам не понравился. Шампунь зашел. Он не так сильно цвет вымывал, как Матрикс. Я вообще удивлена хорошим отзывом. Но у всех волос разные, видите, в этом дело, наверное. Матрикс для окрашенных это трэш. Но маска хорошая, напоминаю. Сейчас я пользуюсь Чи. И я довольна. Что мне не подошло от Чи, как раз вот эта вещь. Это кератин мист. Он мне достался в наборчик. Я купила набор. Там был шампунь, кондиционер, мини этот шелк для волос. И вот эта вещь. Это трэш. Не только потому, что мне, в принципе, жалоб нет на то, что ой, неудобно брызгать, в руку не влазит. У меня руки огромные, поэтому у меня все влазит. Но дело в том, что... Ребята, посмотрите на меня. Оно высушило просто. Ну вот это что такое? Это что? У меня из-за него очень сухой волос становится. У меня сейчас тут шелк тоже, поэтому на сырые волосы оно не работает, оно сушит. И на сухие, уже после фена, оно тоже не работает. Оно мне жутко сушит. Я не понимаю вот эту вот штуку, вот этот кератин мист. У кого он есть? Как вы им пользуетесь, ребят? Скажите, пожалуйста. Вчера высушилась феном, а сегодня решила выпрямиться на вот эту штуку. Вообще ни о чем. Да, у меня нет шелка. Извините, я перепутала. Нет, у меня есть шелк. Ничего я не перепутала. Значит, эта хрень сушит мне волос. Я вообще ничего не делаю. Как будто простая вода. Но она пахнет. То есть это не просто воду туда залили. Все, по уходу мы разобрались. Я очень на это надеюсь. Идем в декоративку. Декоративка, ребята, это трэш. В этом году мне досталось много трэша. Причем не самого дешевого. Да, я сейчас не буду... Я сейчас не буду брать косметоз с Веллберис, потому что оно, понятное дело, из сезона, да, какой-то рандомный, непонятный. Я буду брать то, что у меня в коллекции осталось. И то, оно лежит как раз, чтобы в этом видео и показать большинство из этих вещей. Начнем с тонов. Здесь, кстати, много люкса, на удивление. Буду брать рандомно. Пудр что-то очень много. Странно. Ой, ребята, ой, ребята, это трэш. Так, начинаем с тонов. Я не буду говорить, что я первого пробовала, что второго, хотя я это прекрасно помню, тон от... Всегда хочу сказать, что я с Лоран и Фраше. Супер матовый. Мне он сначала очень понравился, потому что такой эффект странный. Вы наносите, он тут же застывает и превращается в красивую пудру. Но он подчеркивает весь пух. Он стойкий, но в конце дня я была жирным блином. Я не помню, что мне конкретно не понравилось. То ли он все подчеркивает, или же, что я в конце... Да что такое у нас тежца? Или же, что я в конце дня жареный блин. Вообще, тон отвратительный. А, еще он воняет спиртом. Хотя спирта в нем нет. Тут Димитикон на втором месте. Очень интересный состав. Да, ребят, спирта в нем нет, но... Вот это очень странная формула, очень странный тон. Может быть, если его тонким слоем наносить. Но мне он все подчеркнул. Короче, это не мое. Я его кому-нибудь... Не знаю даже, кому отдать, кому он подойдет. Вот это вещь от Estee Lauder. У меня в этом году было 4 тона. Осталось 2. Да, 2 я сама, что ли, купила. 3 мне подружайка отправила. А, получается 5. Короче, у меня было много оттенков разных. Данный оттенок это 3N1 Ivory Beige. Это Estee Lauder Futurist Hydra Rescue. Moisturizing Makeup SPF 45. Ну, как я вам и говорила, не верьте, да, что SPF 45, потому что вам придется полбанки на себя вылить. Это трэш, потому что... Не потому что я люблю суперматовые тона, да. Это трэш только потому, что он для более взрослой кожи. Вот плюс его, да. Он для кожи, которая уже такая зрелая. И нужно увлажнение. И тогда оно подойдет. Это для тех, кто кожу не любит перед тоном подготавливать. Пожалуйста, здесь не надо этого делать. Тут потому что всякие бонусы есть в плане ухода за кожей, да. Мне не понравился ни один все мои оттенки, потому что я его наносила. Ну, ладно, перекрытие есть. Но через 2 часа я жареный, блин. Поэтому это вообще абсолютно не мое. Для суперсухой кожи, ну или же просто для сухой кожи окей. Для кожи зрелой, потому что она чаще всего сухая окей. Для нормальной нет. Для жирной и подавно. Потому что если я наношу, у меня через час-два все сияет, то с этой вещью... Ну, ладно, не через час-два, а через 4 часа я сияю и пористый жук становлюсь. То у жирной кожи, наверное, через полчаса начнет все сиять. В общем, зрелая кожа или сухая вам понравится? Мне нет отвратительный тон. Вроде в этом году я его получила. Я не помню. Ну, в 22-м. Это трэш. Это Виталюмьер. Он сегодня на мне. И да, Orange Face Like I'm From Outer Space. Это очень похожий тон на Estee Lauder. Только Estee Lauder держится чуть дольше, чем вот это. Виталюмьер. Надеюсь, что это новый. Да, потому что в старом был SPF 15. Radiant Moisture Rich Fluid Foundation. I'm Moistured and Inoisture. Оттенок у меня 20 Claire. Сказать, что это 20, это как назвать меня, готом. Это, ну, очень темный тон. Он немножко окисляется, совсем чуть-чуть. Но, разве не 20? Тогда 10 какой? Если этот оранжевый. Больше похож на 40, если по линейке Chanel судить. Ну, в общем, да, что-то тут с оттенками напутано. Ой, мало того, что его ничем не закрепить. Видите, я сияю. Это не сияющая пудра. Это я, блядь, сияю. Мой, не знаю, мой себум просвечивает уже. Вылазит просто. А кожа у меня нормальная, да? Сквозь этот тон. Он для меня не делает ровным счетом ничего. Разве что немного цвет выравнивает. В принципе, тон должен этим заниматься. Но хоть чем-то его можно было бы зафиксировать, но нет. М-м. Заваливается во все мои морщины. Вот в эту. Даже эту уже обнаружил. Здесь все заваливается вообще. Мне не нравится этот тон. Но сухая кожа. Окей. Встряхните его перед применением. Или кожа зрелая. Тогда будет вообще отлично. Для зрелого кожи. Ков. Прям самое то. Вам он очень понравится. Так. Мне еще не понравился арт-визаж. Тон в черной упаковке. Потому что он ничего не сделал. И, ребята, обзор на Диваж должен будет выйти 14 января. Но я пока что так планировала. И там тон. Я про него скажу отдельно. Но вот я его тестировала 3 раза, 2 раза. Угу. И мне он не понравился абсолютно. Подглядим 14 января. В чем его проблема. Но арт-визаж в черной упаковке это вообще трэш. Так. Я тут смотрю. У меня дальше идут консилеры. Тон от шу чуть не забыла. Тон от шу. Тоже дерьмище. Давайте по консилерам пройдемся побыстрее. На мне сегодня вот этот от Alien в оттенке 04 Bronze. Мне его отправляли. Рандеву. Спасибо им за это. Отвратительный консилер. Потому что он в момент заваливается в мои морщины под глазами. К сожалению, я не молодею с каждым годом. Вы же 20 минут молчали. За что мне это? Он заваливается моментально во все мои морщины. Его ничем не закрепить. Вообще ничем. Абсолютно ничем. Ужасно выглядит и меня старит. Кому подойдет, я не знаю. У кого есть ребята? Дайте знать. Клиник Evenbetter. Я тон сюда не стала вносить в худше. Потому что кому-то он все-таки подходит. И это я такая вот дама, которой он почему-то не подошел. Почему я не помню? Поэтому я его сюда не внесла. Но консилер. Мало того, что заваливается как Элия. Элия, ладно. Просто завалился и там сидит. Да? Сел и сидит и хер с ним. Вот это вещь. Она заваливается не в момент. Она заваливается уже потом с пудрой. Она такая садится в морщину и такая туда вот так. Этот консилер. Не она, а он. Значит, заваливается в мою морщину. Вот в эту и в эту. В две морщины. И подчеркивает всю вот эту мою гусиную жопу под глазами. Откуда у меня там гусиная жопа? Я даже не знала, что у меня там такое есть. Но вот это вот. Оно прям впитывается туда и говорит. О, да. Посмотри, какая ты уже дама взрослая. Вот эта вещь, короче, отвратительная. Отвратительный консилер. Я им пользовалась крайнюю вот неделю. И сегодня 4 января. Оно ужасное. Ужасное. Им только брови вырезать. И то оно там все под чумки. Все, что-то можно и нельзя. Ужасный, ребята, консилер. И оттенок самый светлый. Нет, не самый светлый. Это вроде второй. После самого светлого. Сиен 10 Alabaster. Он желтый. Каким макаром Alabaster у нас тут желтый стал? Это как порсилиан. Был бы, не знаю, серым. Ладно, вот это что у меня здесь такое наклеено? А, это ифраше. Консилер совершенное покрытие и сияние. 7 мл. Очень хорошо. А, кому подойдет к линике Винбитер? Да никому, блядь. Это хуйня полная. Ифраше кому подойдет? Тоже никому. Ну, я не помню, что мне не понравилось, но я помню мои отвратительные чувства к нему, когда я тестировала и когда я снимала видос для вас. Что с ним не так, я сейчас свой сделаю. Может быть, вспомню. Угу. Он плотный достаточно, в отличие от двух предыдущих. Тушуется сложно. И, а, тоже, наверное, в морщины завариваю. А, что он такой светлый? Тоже в морщины. Фу, бля, и он воняет. Воняет. Не, ребят, я никому не отдам. Вот так, я его выкинула. Короче, никому не рекомендую. Он еще у меня завонял, хотя ему 2 месяца всего лишь. Я ведь и фрошей снимала в дико... В ноябре... Вот, нет, ребята, в ноябре вроде и фрошей у нас вышел. Короче, это отвратительный консилер. Наконец-то я его выкинула. Консилер от Шоу тоже ни о чем. Консилер Уивен Сабо Сублим. Я забыла сказать в лучшем видосе, что Ретуш, Реташ. Мне очень понравился этот Уивен Сабо. Ну и ладно. Сублим, он просто очень такой слабо перекрывающий. Поэтому мне не нравится. Но знаю, что многому нравится, поэтому сюда не добавила. Далее идет кремовый контур. Только один Шоу, но мне сегодня, что мне нравится, мне сегодня тон Виталюмер не мудрено. Мне не понравилось... Не помню, ребят, что? Вот вообще, честно, не помню. Но я не купила во второй раз. Если советовать вам контур из Месс Маркета, то берите, пожалуйста, что берите? Инфлюенс Бьюти или Белор Дизайн. Ну Шоу как-то вот... Ну, не зашел он мне. То ли тушуется он сложно, то ли что с ним не так. Но видите, он у меня лежит. Я пока неопределенно, мне он не понравился. Может быть, это общее впечатление от бренда. Да, мне только одна вещь понравилась, которую я готова покупать второй, третий, четвертый раз. Остальное все просто трэш. Поэтому все остальное я раздала, оставила только этот стик. А еще одну вещь оставила, как раз, которая идет дальше. Это пудры. Начнем с Дарлинг. Она на мне сегодня. Это что-то очень странное и очень дорогое, я вам скажу. Оттенок у меня 03. Creamy Suede Pounder. Кремовая замшевая пудра. Интересно, она как будто такая мокрая. Очень плотная. Я наносила сегодня ее легкой кистью. Мне не нравится она. Очень-очень силиконовая. Я люблю силиконистые пудры. Очень сильно. Но эта вещь, она, ну, фу, она отвратительна. Она нанеслась пятнами. Она, походу, не закрепила мне тон. Какой только пудры у меня сегодня на лице нет. Я просто пыталась помнить, что мне не понравилось. И вот это вот. Но это ужасно. Она не держит тона. Может быть, она не для этого создана. Потому что этот бренд вообще создан не для этого. Что и гель для бровей мокрый. Что их помада вот эта трэшовая. Хотя она у меня лежит. Я пользуюсь так иногда. Но она очень сияющая. Это тающая помада. Вау, какая инновация. Дарлинг. Но вот эта вот штука, короче, это, наверное, худшая от этого бренда. Хотя гель для бровей. Ну, не для этого, да. Не для моей эстетики. Не чтобы брови держать, а чтобы их намокать, намочить. Ну, и пудра, короче, дерьмища полная. Потому что ложится пятнами. Ни хера не фиксирует. И, видимо, я неправильно ей пользуюсь. Подскажите, пожалуйста. Бренд Дарлинг. Не обижайтесь на меня. Просто мне не подошло. Но у вас много фанатов. Прекрасно знаю. Следующая пудра, это Герлен. Вот это. Я ей закрепила под глазами. Консилер свой отельен. И она подчеркнула все. То есть, мало того, что консилер морщины завалился. Я его подтушила. Закрепила пудрой. Консилер вместе с пудрой туда упал. А ужасно. Ладно бы он просто подчеркивал. А не впадал в эти морщины. Вместе с пудрой заодно. Это у меня Герлен Парюри Голд 02. Вот так открывается. Пожалуйста, откройся, моя хорошая. Откройся. Вот так. О, как красиво. Вот это инновации. Посмотрите, тут пудра двигается. Е-бой. Но трэш, трэш. Я ее пытаюсь допользовать. У нее, конечно, очень тонкое, красивое, вуальное покрытие. Но не под глаза. Видимо, на все лицо можно финишное делать, так наносить. Вообще-то это Powder Foundation, как всегда, да? Поэтому я, вероятнее всего, неправильно пользуюсь. В целом, кому она понравится? Тем, кто любит Powder Foundation. Я люблю тон в формате пудры. Но мне в этом плане она вообще не подходит. Мне больше нравится L'Oreal. Пудру от Kika. Тоже не поняла. Она сияющая. Вообще ни о чем. Потом зря потраченные деньги. Сияние никакого не дает особого. И подчеркивает пух. И тона не держит. Но это финишная пудра, опять-таки. Она не должна держать тона. Но что такое дарлинг, я понять не могу. До сих пор далее пудра от Shoe. Тот еще трэш, потому что ничего не делает, по моей памяти. Тут у меня много, кстати, очень использовано. Потому что я, походу, пыталась ее понять. Она плотная. Я не знаю, что мне не понравилось. Реально, ребят, не знаю. Потому что с тем тоном она тона не держит. Вот 8 граммов. Но я оставила, опять-таки, чтобы потом еще раз протестировать. Но у меня вообще желания нет на это. Мне не понравилось. Пудра, которая абсолютно ничего не делает, это пудра от Eiffroche. Ничего. Кто-то из вас написал мне в комментариях, что нравится эта пудра. Я сегодня еще раз ее опробовала. И, ну, ни хера, ничего она не делает вообще. Набирается сложно. Тона не держит, не фиксирует. Ну, вообще ничего. То есть слегка заматировала, окей. А потом Тон Виталюмьер просунул свои вот эти фибры все. И говорит, сияй, собака сутула. Сияй, позорься. На почти 300 тысяч аудитории. Далее пудра от Hourglass. Однушка я ее очень сильно хотела. Ambient Lighting Powder. Dim Light. Ничего не делает. Ее набрать, во-первых, очень сложно. Может быть, надо кистью заева, да, там из козы набирать. Но мне, ауч, прижала мне руку собака сутула. Мне больше понравилась пудра от Шик Сияющая, чем вот эта. Потому что, ну, как-то, как-то ни о чем. Я ее не поняла. Будет в люксе, я ее суну в видео про люкс. Чтобы еще раз понять, что с ней не так. Но по мне она просто не набирается и ничего не делает. Поэтому вот такая вот вечерушка. Эта пудра тоже абсолютно ничего не делает. Это Physicians Formula. Я была удивлена, кстати, что поставляет Physicians Formula в Россию NDS Gradient. А NDS Gradient это те, кто выпускает Influence Beauty. И вроде бы Vivienne Sabo тоже NDS Gradient. Или Vector 10. Нет, это NDS Gradient. Ну, в общем, да. Вот эта пудра абсолютно ни о чем. Я люблю Physicians Formula. Они недавно стали, не знаю, как давно, но не так давно, выпускаться не в Италии, а производиться они стали в Китае. Made in China. Ой, раньше в Италии все производилось. Я даже знаю завод, на котором производилась Physicians Formula. Вместе с Пупой они, по-моему, были на одном заводе, ребята. Я исследовала все время эту тему. Там для себя надо было. И, короче, я так поняла, что Пупа и Physicians Formula с одного завода. Но Physicians переехали в Китай, я не знаю зачем, и все испортилось. Хотя палетка для лица у них, которая All Stars или All Stars, ну, в общем, та палетка, она неплохая. Но эта пудра, это дерьмо полная. Далее пудра Лора Мерсия. Я в свое время обругала, и сейчас тоже я ее обругаю. Почему? С этой пудрой работать крайне сложно, если вы вообще, ну, не понимаете, что делать. Это сияющая пудра. У меня оттенок Celestial Light. 29 граммов Лора Мерсия. Молодец, чмок, лобок. Однако для нее нужна такая легкая кисть. Не то чтобы такая, настолько легкая кисть. Что-то типа вот этого. Очень воздушное. Если вы возьмете, не приведи вселенная, вот это. Хотя это тоже легкая кисть, заметьте. Или если вы возьмете вот это. Это хорошая кисть. Я вам показываю, только что была Sephora 03 для пудры. А это Лородковский АРС-352. Хорошая кисть. Я ее обожаю. Под глаза самое то. Ну, или для бронзера, там, например, для румян, кто их любит. Только этой кистью. Вот этой. Это GFMUA. Ой, не помню, какая, не бледная, какое название этой кисти. Не Кей. Нет, не Кей. Такие названия сложные. GFMUA. Прости, пожалуйста, мне тяжело запомнить. Потому что я, потому что я дома забывчивая. И значит, это вот пудра. Я с ней подружилась. Хорошо. Но надо настолько маленькое количество пудры наносить, чтобы не превратить себя в дискошар. Надо иметь специальную кисть. Я не думаю, что у обычных людей, которые хотят краситься или даже наслаждаются косметикой, да, что у них 250 кистей. Я так не думаю. И значит, у обычных людей, ну, максимум, максимум, вот я предположу, три кисти для пудры. И то, они все примерно вот такие, примерно похожие. В общем, надо набирать или очень-очень мало, и очень осторожно кисть там 10 раз стряхивать, чтобы получить красивую вуаль. Иначе это хайлайтер. Серьезно, хайлайтер. Теперь бронзеры. Давайте по бронзерам пройдемся. Два бронзера у меня. Том Форд вот этот. Мне он нравится. Я его очень сильно хотела. Gold Dust. В чем проблема этого бронзера? В том, что в нем, ладно, сколько граммов? 8 граммов. Ну, такое себе. Однако, текстура подчеркнута отвратительно. Конечно, издалека и на видео, ребята, вы это не увидите. Но в жизни это смотрится, как будто у меня тут какие-то морщины лишние появились. Не хочу, не надо, спасибо, но нет. Однако, пользуюсь иногда, смешиваю его с другими матовыми бронзерами и совсем слегка прохожу, чтобы было сияние. Зачем мне этот танец с бубном? Если я могу просто сияющий бронзер взять адекватный и все. Этот слишком сияющий для меня. Кому подойдет? У кого текстуры нет? Ну, текстура кожи есть у всех, это норма. Но не настолько сильно, чтобы подчеркивала. Это, конечно, трэш. Физион с формулой. Обзор еще не вышел. Он выйдет, не знаю, когда, в середине января где-то. Будет про косметодс из масс-маркета. Оттенок у меня латте. Ужасный, ребята, ужасный аромат. 11 граммов. Я так хотела этот бронзер. Я так ждала, чтобы их привезли. Теперь я жду коллекцию Diamonds, чтобы полностью довезли. Потому что я видела блески, но не видела хайлайтера. Я его очень сильно хочу. Не успела купить в свое время на Beauty Bay. Ну, когда мне подружайка заказывала. Это трэш. Это отвратительно. Он хорошо. Наносится он нормально. Не как Мурмуру. Тот вообще как масло наносится. Даже не как Маной бронзер. Тот чуть-чуть залипает и слегка рыжеватый. Здесь просто... На мне рыжеватый, заметьте, да? Здесь отвратительно. Он нестойкий. Я его нанесла на вот эту половину. Вроде бы вчера, кстати. Спустя час бронзера не было. Не потому, что у меня тут челка, да? И я вот так хожу постоянно. Не потому, что я на улицу выходила, чтобы протестировать тон Абсолют Нью-Йорка. Который как раз таки вот с этим бронзером будет у меня в видосе. Ребята, он нестойкий. Вообще нестойкий. Не покупайте, пожалуйста. Если вы так же ждали эту новинку от Visitions Formula, ребята, не надо. Я впервые вижу... Нет, не впервые. Еще какой-то бронзер был нестойкий. Но какой? Я не припомню. Вот это дерьмо. Не надо тратить свои деньги. Он причем не дешевый. Не 300 рублей стоил. Далее. А все по бронзерам все что ли? Хайлайтеры. Вот эта вещь. Почему плохая в качестве хайлайтера? Потому что, ну, не отражает хейтеров. Но в качестве сияющей пудры такой финишной. Не закрепляйте ей тон. Финишная пудра будет очень красиво смотреться. Такое холеное, красивое лицо. Мне нравится. Но как хайлайтер отвратительно. С этой штукой я давно познакомилась, но купила себе заново в этом марте. 7 days, 7 days. Сделали ребрендинг. К сожалению, это не круассан и это косметика. Луз хайлайтера паудер. Наверное, на Алиэкспресс такое есть. Только вот на Алиэкспресс оно не стоит более 700 рублей. 700. She's got a point. Проблемы с падежами во всех языках, которые я знаю. 2,5 грамма? 2,5? Вы что? Короче, это дерьмо ничего не делать. Я даже показывать не буду. Это просто как такой... Я не знаю, наносить его вот этой вот... Вот этой пуховкой... Че? Отвратительно. Оно дает просто слегка такой розовый, едва заметный тинт. Кому надо? Ребят, вот это я защитить никак не могу. Тем более 2,5 грамма муки вот этой. Нет-нет-нет. Это трэш. Просто я смотреть на это не хочу. Дальше какой хайлайтер идет? О, нашла. Дарлинг. Хеллоу, привет. Чао, Дарлинг. Мне не нравится. Нет. Я сегодня 5 граммов сделана в Италии. Вот кто, походу, вытеснил Physicians Formula с итальянского завода. Ну нет, навряд ли на том же заводе, где Physicians Formula делали, я сегодня его надела. Я не могу понять, что мне не нравится. Честно, для меня он отвратительный. Я вообще не пользовалась с момента обзора. То есть я тестировала, сняла видео. Все. 5 граммов это огромный минус. А, текстуру немного подчеркивает. Не сильно, но есть такой момент. Мне не нравится именно это. Поэтому я им не пользуюсь. Но это не такой отвратительный хайлайтер, как вот на 7 Days, да? Но он и стоил не 5 рублей, как бы как и 7 Days, ровно как и Пупа, которая обошлась мне не в 1000, или я покупала ее вместе с Initial Perfumes Price Absolute Aphrodisiac. Полноразмерчик купила себе на рандеву. Вот это я тоже на рандеву купила. На скидках черную пятницу. Да, в ноябре я приобрела. Не забывайте про мой постоянный код на скидку. Это не реклама. Просто, ребята, вдруг вы что-то купить хотите? Потому что я постоянно закупаюсь теперь на рандеву. Со своим промокодом. 10Marin должен быть. Причем пишите Marine Caps'ом, иначе не сработает код. Потому что я написала, а у меня не сработало. Хочу с капсом писать. Так, что это у меня такое? Пупа. Люцу с меренги. Тюжнелаксис. Ароматизированный хайлайтер для лица. Made in Italy. Сколько граммов? Мамма миа. Пиццерия. 6 граммов. Ничего не делает. Он жутко воняет. Аллергики, пожалуйста, не покупайте. Вот это как раз таки с соленой карамелью, да? Мало того, что воняет, он не работает. Иди работай, сука. То есть, ладно бы кому-то нравился этот аромат, но хоть бы отражал хейтеров. А то эта вещь вообще хейтеров не рождет. Но давайте искать плюсы, если вы любите слабые, красивые. Это не совсем красиво, но слабые хайлайтеры вам понравятся. Однако за 1000 рублей такой себе. И фроше. И фроше. Хайлайтер хоть достала, да. Ни о чем. Тоже ни о чем. Слегка легкое сияние выдает. Мне не нравится. Меловой еще к тому же. Ну, трэш. Меткот, кстати, подрал. Очень больно. До сих пор не зажило. Ну, вообще для меня это сияющая пудра. Не хайлайтер никакой. Поэтому от этого мы избавляемся. Пудра хайлайтера написано 6. 6 граммов. Фупа нас хотя бы размерами своими не смущает. Тут 6 и тут 6. Ну, ладно. Тут вообще 2,5. Кому понравится, тем, кому нравятся легкие хайлайтеры. Самое интересное, наконец-то, это глаза. Переходим в глаза. Все это объединю. Начну с бровей. Много было карандашей, которые мне не понравились. Один из них. Вот это Бербери. Тестировала еще в 2021 году. Но он у меня до сих пор лежит. Ребята, он просто не рисует. Вообще не рисует. Он изначально такой был. То есть он не засох. Если вы хотите, чтобы он рисовал, придется очень сильно на карандаш надавливать. И он вообще ничего не делает. У меня тут, наверное, целый он еще. Я его хочу выкинуть. Но просто, понимаете, жалко очень. Да, целый. Почти не пользованный. Бербери за что? Цвет не мой. Поэтому, наверное, я выкину просто. Чего его хранить, да? Знакомых блондинов у меня нет. Ну и хвала вселенной. У меня вообще знакомых как-то очень мало. Выкидываем. Нахер он нам сдался. Нам такое не нужно. Абсолютно не рисуют. Я не представляю остальные оттенки. Как вообще? Чтобы нарисовать брови, это надо вот... Ух, так. Ну и не все. Выкинула. Тушь. Я купила две эти туши. Я купила две эти туши в один день. Это ноут Volume One Touch. Она у меня на этом глазу. Давайте тогда так сделаю. Volume One Touch здесь. Или я в октябре ее купила. Не, ребята. Вроде в мае этого года. 22-го года. И Maybelline New York The Colossal Curl Bounce на этом глазу. Обе просто по эффекту, ребята. Один в один. Я когда накрасилась, я подумала, что... Подождите, у меня вроде вот так. Нет. Водостойка здесь. У них у обоих не силиконовая щетка. Я очень люблю классическую щетку. Это классно. Вот эта вещь в Турции все еще очень активно рекламируется. Как минимум в Анталии. Я вам отвечаю. Это так. И они обе одинаковые эффекты имеют. Разве что это водостойкая. Она столько водостойкая, что мне ее было очень тяжело смыть. Но такие вещи надо смывать двухфаской, гидрофилкой. То есть чем-то таким масляным. Это ничего не делает. То есть они обе нихера мне не сделали. Одинаковый эффект дали. Хотя это Curl Bounce. Типа удлинять должна. Нет. Сухие, отвратительные туши. Я их тоже прямо сейчас нахер выкину. Они такие были. То есть я их открыла в мае. Попользовалась пару дней так обоими. Curl Bounce долго пользовалась. Но я не поняла вообще ничего. Что оно делает? Оно даже просто прокрасило мне ресни. И зачем? И смысл? Нахер оно надо? Luxe Visage XXL вообще топ с самыми ресницами делает что-то невероятное. Лучше ее купить, чем этот трэш. Luxe Visage. Кому тебе туши подойдут, забыла сказать. Никому. Вот эта вещь. Много кому нравится эта матовая штука. Мат Тинт Liquid Eyes Shadow. У меня оттенок 110. Он у меня сегодня как основа, как праймер взят. Масляная. Что п***ец, ребята. Я не понимаю. Кому может нравиться ощущение масла у себя на глазу? Если вы этой штукой... У меня где-то еще был один оттенок. Найти не могу. Если вы этой штукой долго не пользуетесь, она там замасленица. Масленица. Если вы долго этой штукой не пользуетесь, она там замаслится, разделится. Но я понять не могу почему. То есть, один раз я воспользуюсь, положила, может, два раза, может, три. Потом у меня разделилось на масло. У меня Huda Beauty, вот эта двойная штука, лежит уже больше года. Ничего там не замаслилось. Все работает нормально. С одной матовая прекрасно работает. И не такое масляное ощущение. С другой металлик работает еще лучше. А вот это... Ну, извините меня, Лёг Сверх, но это дерьмо. Я ненавижу масляное ощущение. Только из-за этого это дерьмо. Кому нравится, кому подойдет. Вот я не знаю. Мне не подошло. Закреплять надо все равно. Потому что у меня на моем нормальном веке оно ни жирное, ни сухое скатывается. Если я не закреплю. Поэтому... Ну, это треш. Оттенок прекрасный, красивый. Кто бы спорил, такой розовато-тауповый. Но мне такое не надо. Спасибо. У меня уже создалась полоска. Я вам сейчас расскажу, что это у меня тут такое тут сидит прекрасное. Подводки. Давайте пока к теням не пойдем. Подводки, карандаши и жидкие, значит, подводки. Самая худшая это шуб. У меня тут бордовый такой оттенок. Еще от шубы была красная жидкая подводка. Она была очень сухая. Может быть, мне такая пришла. Может быть, я не знаю что. Это вещь. Достаточно сухой карандаш. Но он как бы и под карандашную технику, ну, в принципе, смотрите, подходит. Но мне он не понравился. Лучше купить, не знаю, фиолетовый. Какой у меня есть фиолетовый карандаш? Ну, давайте так. Influence Beauty фиолетовый. Это оттенок 0,7. Он получше будет. Так, сводч при вас надо сделать. Пожалуйста, сводчерушка. Он более жирный, более яркий, чем шо. Но может уж у такой оттенок. У шо оттенок очень похож, кстати, на мой бёрбери. Бёрбери, where in the hell are you? Нашла я свой бёрбери. Я им рисовала стрелы. И как каял, в принципе, он держится. А, ух, какой жирный. Сейчас еще здесь сводчик сделаю. Вот, пожалуйста, очень жирный. Отвалился, что ли, немножко. Карандаш. А шо, он даже, если его тушевать, надеюсь, ребят, вам видно, проплешинами тушуется. Вот бёрбери растушую. Ну, Influence Beauty уже поздно тушевать. Он схватился, наверное. Никто не тушуется так, как тушуется вот эта вещь от шо с этими... С комочками, с пробелами. Он залипает. Это не очень хороший карандаш. Но у шо в то же время вот этот прекрасный карандаш. Короче, что это за линейка? Eye sketch. Eye contour pencil. То есть, он типа для стрел, для контура глаз. Ну, как подложку можно, опять-таки. А вот это Long Lasting Eye Pencil. Old School в оттенке 12. Вот он. Превосходный. Я его беру с собой в отпуск всегда. Прекрасный, прекрасный. Ну, всегда, потому что я его два раза уже брала. Ладно. Прекрасный кар... Или один раз. Похер. Прекрасный карандаш. Раз чудесный. И тушуется-то он как хорошо. И наносится, и стрелы с ним держатся очень долго. Обожаю этот карандаш. Даже больше, чем свой Боби Браун. Потому что Боби Браун может немножечко расслоиться как-то может. А эта вещь держится долго. Как на слизистой, так и в плане стрел. В общем, фиолетовый карандаш от Shoe Eye sketch в оттенке 0.5. Это дерьмо полное. Может, сейчас его выкинут? Нет, давайте отдам кому-нибудь. А то жалко. По хайлайтерам. Совсем забыла вот этот жидкий хайлайтер от Chanel. У меня тут использовано достаточно. Я его купила в январе прошлого года. 22-го, получается. Чем он плох? Меня от него обсыпает. Кому понравится? Тем, кого не обсыпет. Слабая сия не дает. Я его вмешивала в тона, а потом вопрошала. А что же ты мне обсыпала? Использовала как праймер под тон и вопрошала. А что же ты мне обсыпала? Использовала просто как хайлайтер и вопрошала. То же самое. А что же ты мне обсыпала? Значит, мне не нравится. Далее. По глазам. Да, дальше идем. Вот этот карандаш. Как же я его хотела, когда эти тени вышли. Это у меня оттенок быстрее. Быстрее. Быстрее тушусь. Тени карандаш. Оно может из-за того, что быстро фиксируется. Может из-за того, что у меня руки с жопы растут. Но вещи для глаз от Chic мне не нравятся. Кроме одного карандаша у меня их два. Есть такой морская волнушка. Есть морская волнушка. Вот такая морская волнушка. Это у меня оттенок лесной болван. 06 Seaside. Как всегда. She sells seashells on the seashore. The shells that she sells are seashells for sure. Я обожаю эту скороговорку-поговорку. Этот карандаш не держится на слизистой, но стрелы отпечатываются или нет, не помню. Но нормальный. Фиолетовый карандаш намного лучше. Какой-то оттенок я не скажу. Вот эта штука тушуется, значит, она тяжело и с пятнами. Если вы поставили где-то пятно, вам его уже не растушевать. Я не понимаю, почему, в чем проблема. Возможно, во мне, но я все-таки грешу на этот карандаш. Мне не нравится. Не пользуюсь им абсолютно. Покупала в Pinky Red в Северодвинске. У нас тут это... Они являются официальными дистрибьюторами. Там же вроде карандаш купила. Я не помню. Так, где трэш? Я показала. Карандаш от Alien. Написано, что каял. Но даже зеркала нет. Посмотреть, как он держится. Вроде на месте. Но не так долго держится. Ладно. На слизистой окей. Но мне не понравилось то, что мало держится. И в плане стрел. Отвратительно. Расслаивается. Отпечатывается. Как куда-то течет. Не-не-не. Карандаш от Alien Trash. Гош. Похож чем-то, кстати, на Alien. Карандаш. Он у меня коричневый. Гош очень красивый такой оттенок. Посмотрите, как как раз-то вот он здесь. Симпатичный. Хорошо рисует. Все с ним нормально. Это у меня должен быть оттенок 0.06 Ash. Да. Правильно. 0.06 Ash. А что? В чем смысл Ash? Непонятно. Один в один вот этот Alien 02 Blink. Также куда-то расслабится. На слизистой вот это вот... О! Какой он прям такой тугой. Очень интересная формула. Он не держится на слизистой. Почему у него такая формула восковая и плотная? Он даже не тушится и немножко липнет. Но на слизистой не держится. Если вы хотите его только в качестве подложки под тени, ну или стрелы, но закрепляйте их, пожалуйста, чтобы никуда ничего не делось. Если смотреть Alien или Гош, Гош мне понравился больше по формуле, но я люблю мультикарандаши, чтобы на слизистой держалась и стрелы можно было нарисовать. Но когда вы рисуете стрелы, обычно карандаши очень жирные для этого дела. Их надо закреплять. Эти единственные карандаши, которые адекватные для этих дел, это Шанель. Они и на слизистых хорошо держатся, и стрелы им делать хорошо. Не обязательно закреплять. Закреплять надо только коричневыми, по моей памяти. У меня их четыре. Фиолетовый, красный, металлический, зеленый металлический и коричневый металлический. Думаю, все-таки я еще докуплю себе эти карандаши. Теперь классические подводки. Вроде бы было вот так. Пришлось заменить батарею. Приношу извинения, если кадр сбился. Подводки обычные. Вот это. Я купила уже ближе к лету. Зачем я это сообщаю? В общем, Artvisage Paris Eyeliner. Liquid Eyeliner. В нем 2,5 мл всего лишь. Это первый минус. Второй. Силиконовая щетка. Аппликатор, точнее. Ужасно. Он у меня сегодня вот здесь. А что ужасно? Сейчас поясню. Ужасно только из-за силиконовой щетки. Формула самого лайнера нормальная. Он немножко наслаивается. И чуть-чуть подчеркивает текстуру. Будь тут другая щетка, я бы не выделывалась. Совсем слегка такой глянцевый, но не очень. Мне не нравится из-за силиконового аппликатора. Чуть-чуть стягивает века, но блин. Будь тут 5 мл, хотя бы 4, ладно. И нормальный аппликатор, я бы не выделывалась. Вот это. Это мне продали в Турции. Вот так надо показать. Matte Signature что? Да. Eyeliner. Это L'Oreal. Значит, я покупала в запасе себе свой любимый Essence 18 часов. Как тут ко мне подходит дама, которая консультирует по косметозу и говорит. Вот этот лайнер просто мой любимый. Моя хорошая. Самый лучший лайнер. А я тогда впервые попалась на уловки консультанта. Ко мне вообще никто не подходит. И я не знала, как реагировать. Я такая, что реально хороший? Но я же знаю, что наебка. Она такая, да, прям классный. Потом я просекла что-то наебку, потому что она мне стала продавать просто все, что попадает ей под руку. Эта вещь отвратительная тем, что мне жжет глаза, как старый Vivienne Sabo. Что там самое популярное? Это лайнер у них золотой такой, что кабаре. Он мне жег глаз, но там прям проблема была большая. А здесь? Когда я наносила, мне глаз очень сильно жгло, но я это вытерпела. Он матовый. Это, конечно, очень меня радует. Но наслаивается сам на себя. И жжет глаз и подчеркивает слегка текстуру. Но это не самый главный минус. Если бы эта хрень глаза не жгла, все было бы хорошо. Из-за того, что он матовый, он наверняка к концу дня будет трескаться. Я прям вижу это. Мне не нравится. Очень не нравится то, что он матовый такой, прям наглухо. Смотрится-то, конечно, красиво. Но вот как-то глаз выглядит сухим вот здесь. Но издалека не видно. Опять же, я вот так смотрю. Мне нравится то, что жжет глаз. Это очень-очень некомфортно. Аппликатор здесь фетр. Мне нравится ее упаковка какая-то дерьмовая. Теперь палетки. Много палеток я в этом году трешовых протестировала. Я уж, очевидно, не буду их сюда составлять. Например, Doda Girl, да, какой-нибудь. Я покажу палетки, которые меня расстроили. Но я вам не покажу Galaxy или Galactic от iHeart Revolution. Потому что я даже смотреть на нее не могу. На это я могу более-менее смотреть. Давайте сначала самую такую противоречивую. Это Rem Ariem Beauty. У меня оттенок Midnight Snack. Обзор, конечно же, был полностью на этот Rem Ariem Beauty. И, во-первых, воняет, знаете чем? Товарным поездом с нефтью. Именно поездом. То есть не просто нефть, а вот вокзалом таким, железом. Во-вторых, логика палетки, да? Что тут? Непонятно. Куда мне тут темно-синий? Ariem Beauty. Rem Beauty. Trash. Формула мне не нравится. Тушуется с пятнами. Вот эта вещь у меня сегодня. Я ей закрепляла. Ну, половину закрепила этим розовым оттенком. И, ну, в целом окей. Но, да, это не стоит своих денег однозначно. Легче купить какую-нибудь палетку с Алиэкспресса такой же цветовой гаммой. Это полное дерьмо я брала на официальном сайте. Или вообще в 21-м. Ребят, не помню. Потому что могла брать в декабре 21-го. Поэтому вот, ну, оно не смогло войти в худшее за 21-й год. Поэтому входит в худшее за 22-й. Не помню, когда брала. Может, в январе вообще. Далее. У меня до сих пор лежит в упаковочке Chanel номер 5. Лимитка лимитная. Купила в январе 22-го. Что здесь не так? Значит, вот этот черный, да, он у меня сегодня тут. Им затемнено. К нему предъяв нет. Разве что тушуется с пятнами немножко. Но давайте это мы уже упустим. Вот этот золотой. Если эта палетка для обычных людей, вот где у меня золотой, угадайте, практически не видно. Потому что, когда вы его наносите, он просто улетает. Он у меня вот здесь вот внизу. Его наносить только на клей. Как и остальные оттенки. Хотя вот этот, я им бровь подсветила. Вот тут. Ну, и тут, соответственно. Мне не нравится то, что вот этот золотой очень красивый, но его надо только на клей. А откуда обычные люди, которые, ну, эту палетку купили, чтобы раз-два и накрасилась и пошла, или накрасился и пошел, накрасились и пошли. Откуда они это должны знать? Оно летит. Это не стоит своих денег, однозначно. Я ей не пользуюсь. Так и лежит. Следующая палетка, которая меня расстроила, это Essence. До нас эти новинки дошли. Это Disney. Я покупала на Wildberries. 16 оттенков. Рапунцель. Чем мне не нравится? Тем, что, ну, это уже моя предъява, да. Вам, если нравится. Ребят, пользуйтесь на здоровье. Здесь одни сатины. В основном тут матовый. Ну, темный. Только вот этот. Рядом с ним светлый матовый. Еще один светлый матовый. И все. А вот, ладно, еще один светлый матовый мы нашли. Куда? Кому? Зачем? Я, думаю, сделаю троллинговое видео, где я буду краситься. Типа, как, знаете, аргументы, да, бывают. Косметика должна быть видно. Вот, накрасимся. Я ее для этого, наверное, оставлю, потому что, думала, у меня нет таких палеток. Но, как видите, нашла. Куда здесь вот этот темный? Чем он затмит? Блядь. Че, из него форму, что ли, им строить? Ну, пожалуйста. Какая форма сатинами или металликами? Вот этим сатином. Блин, ребята, просто я иногда смотрю всякие трэш-шоу, и там сидит какая-нибудь женщина, и у нее тупо сатин вот так на все века. И у нее так свет преломляется, сразу видно, где источники стоят. Кажется, что у нее глаз вот так вот сломан вообще пополам. Знаете почему? Сатины, блядь. Не надо тушевать сатинами и делать форму сатинами себе. Если вам не 5 лет, конечно. Если у вас века идеально ровная и гладкая, не знаю, как жопа зебры, то, пожалуйста, делайте. Если у вас века староусиная, это норма. Конечно, у всех у нас текстурированный век. А на меня, посмотрите, у меня, блядь, тоже. Поэтому я сатинами ничего... Все, тише. Я сейчас... Я не могу просто... Вы смотрите смешно. Покажите мне красивый макияж, выполненный масс-маркетовыми сатинами. Не надо мне показывать сатин и диор. Конечно, блядь, сатин и диор я тоже люблю. Но не масс-маркетовые сатины себе на все века пихать. Сколько можно? Я уже не выдерживаю. Это отвратительно выглядит. Это вот смотришь и думаешь, ну ты где? Этому научилась. Ну, столько бьюти-блогеров. Посмотрите, пожалуйста, кто красится... Кто делает себе все века сатинами? Не один сатин на все века. Это хрень. Это ладно. Когда затемняют сатином... У вас просто ломается глаз, и это выглядит отвратительно. Но если вам нравится, напоминаю, меня не слушаем. Потому что мои кат-кризы тоже кто-то рассматривает как отвратительный трэш. Но сегодня у меня не кат-криз, заметьте, пожалуйста. Я сегодня старалась делать что-то другое. Потому что красилась я вот этим. Я этот косметоз ненавижу одновременно. Он еще и не рабочий, к тому же. Далее идем. Противоречивая достаточно. Палетка. Alien Russia Eyeshadow Palette by Maria Vizkno. У меня даже осталась вот эта вот коробочка. House in a Mirrored Compact. Вау. Интересный очень слог такой. Почему же на английском? Если вы российский бренд, зачем? Зачем вот это делать? Чего не на турецком? Значит, Alien я люблю. Мне нравится у них тон. Мне нравится у Alien помады вот эти, которые как тинты. Похожи на тинты от Yves Saint Laurent. Только, ну, понятно, Yves Saint Laurent в разы лучше. Также от Alien мне нравятся вот эти блесточки. Я купила, потому что увидела у Наталины в курсе. Она даже капланами красила. Я решила, что ну я тоже хочу. И купила себе красные блесточки. Мне нравятся. Но осторожнее на глаза наносите, пожалуйста. Это все-таки рассыпчатые блесточки. Рассыпчатая пластмасса. Я не помню, честно вам говорю. Хотела ей сегодня накраситься, но потом вспомнила, что какие-то у меня вот эти воспоминания неприятные. То ли оно тушуется с пятнами. То ли что с этой палеткой не так. Также нет каких-то особых красивых металликов. Сатина тут напеханная. Может, вот эта металлика я не помню. Давайте свочи. Блядь, свочи даже не делается. Ладно, металл. Хорошо, металл. Ладно, окей. Я была не права. Но я не понимаю эту палетку. Вообще не понимаю. Мне нравится вот этот цвет, конечно, красивый. А так, ну, кстати, винная палетка. Вот это более на вино, да? Вот это на вино чем-то похоже, нет? Я ее не понимаю эту палетку. Мне не понравилось. Не потому что у меня какое-то предвзятое отношение к блогеру, который коллаборирует. Не потому что Эллиан мне почти ничего не нравится. Кроме помады и тона. Что-то еще нравилось, нет? Что-ли все? Мне больше ничего не понравилось, что ли? Не может быть. Тушь очень понравилась от Эллиан мне. Объемная вроде. Или удлиняющая. Опять не помню. Но вот это... Но, конечно, это не то, чтобы... Оно просто мне не понравилось, да? По своей работе. Но хорошо, что у нас есть такие бренды, да? В России это ведь российский бренд Эллиан. Хорошо, что они выпускают что-то необычное. Что-то фиолетовое. Прикольное описание. Это какое? House in a Mirrored Compact. Приятно. Но вот это самый треш, наверное, за год. Помимо Chanel номер 5, там вообще один матовый и тот черный. Вот это, это, наверное, хуже всего. Самая худшая палетка. Да, она работает, но нелогично. Что, с сатинами мне делать что-то? Ну, нахер оно мне сдалось? Помады. Как раз таки скажу, что мне делает. Вот эту полоску самую. Лак от Chanel. Даль, как же он мне нравится и как же я его ненавижу. Вот со временем он, во-первых, делает полоску. Я ее пыталась убрать. Вы не поверите, у меня ничего не вышло. Мало того, что он делает полоску, так он еще и застывает. То есть, это, по идее, блеск. Хотя, ну, тут написано, ружелью. Лак. Хорошо, лаковая помада. Она полупрозрачная. Она у меня на тон нанесена, поэтому так светло вышла. Этот лак застывает и сушит губехи очень сильно. Поэтому я его наношу поверх помады, но тогда он тоже застывает и остаются такие блестки. И у меня губюхи как будто так губка. И так мне не нравится поэтому. Но очень красивый эффект, как только вы наносите его. Реально, в начало видео уйдите, поглядите, как красиво было. Уже все засохло. Конечно же, почти ничего не видно. Он отпечатывается, так как это лак для губ. Красивый. Купила второй раз. Очень противоречивая вещь. Из-за того, что собака сутулая полоску мне делает. Далее я купила в январе, вроде на скидках, вот это дерьмо. Надеюсь, что в 2021 году. Night in Plum. Le Rouge Night Noir. Это у нас Givenchy. Как, блядь, открыла? О, открыла. Наконец-то. Шикарная упаковка. Я только ради этого оставила, потому что пыталась кому-то отдать. И потом думаю, извините меня, помада за очень много денег. Нет-нет-нет, никому я ее не отдам, не передам. Но что мне с ней делать? Отвратительно. Но носится вот этими проплешинами, даже если пытаться в один слой плотный нанести. Но я не знаю, куда ее... На матовую помаду сверху, что ли? Ну вы что? Это отвратительно. Я долго не могла выбрать оттенок. Взяла Night in Plum. Вроде сводчи были эти тестеры, но это ужасно. Я ее как купила, воспользовалась вроде в одном обзоре и все. Я даже видеть не хочу. Она такая плотная. Я имею в виду, да, текстура у помады плотная. Так еще и эти вот блестяшки, которые в самой помаде, они скребут губюхи. Далее я познакомилась тоже в январе, познакомилась с этим, кто это, блядь, Dior 959. 6 мл в этой помаде. У меня есть оттенок 100 вроде бы, короче, самый светлый. А я купила этот в надежде на то, что он будет очень красивый, такой темный красный. Но он оказался, ну, красивым, конечно. Но вот я нанесла, давайте тогда с вами нанесу. Он проплешинами наносится. Это первое. Второе, ни разу это не красный, какой-то больше малиновый цвет. Видно, да, проплешины вот эти? Ребята, не надо. Если вы хотите помаду из этой линейки взять, они очень комфортные. Не воняет, хвала вселенной. Но вот эта помада наносится пробелами. Может на карандаш, пробелов, конечно же, не будет. Кому понравится? Тем, кто любит матовые помады, но они им сушат. Похоже, кстати, на Alien вот эти жидкие помадки у них есть. Очень похоже. Только вот там не так пятнит, как конкретно этот оттенок. А кому понравится помада Givenchy, кстати, вот это я не сказала. Тем, кто думает, о нет, мы купили помаду за 4000 рублей, она нам обязана нравиться. Нет, ребята, и в люксе бывает дерьмо. Надеюсь, что этим видео я вам это доказала. Худший спрей, фиксирующий, это вот этот от Evelyn. Потому что он мало того, что ничего не делает, так еще распыляет, как из-под крана. Поэтому мне он не понравился. Неужели все? Неужели я вам все рассказала? Вот такой трэш был. Это основное и то, что у меня есть в коллекции, потому что через меня проходит очень много косметоз. Если я все это буду хранить, то мне придется заказывать отдельный грузовик, такую погрузочную машину с кузовом, ставить ее сюда и вываливать все, и сидеть вот в этом, вам показывать, что же мне не понравилось. Поэтому я оставила только самые бесячие вещи, самые раздражительные. Помимо шу, потому что меня настолько раздразило, что вот только карандаш один и остался. Пудра, контур я кому-то отдала, так как он вообще на румяна больше похож, он такой розовый очень. Да, так что вот тон я вроде выкинула, никому отдать не смогла, потому что этим пользоваться просто невозможно, поэтому пришлось его выкинуть. Худшим брендом года оказался не только шу, но и бренд рад. Мне вообще ничего не понравилось, ни пудра. Ладно, у меня лежит до сих пор карандаш, хорошо, карандаш более-менее жить с ним можно, но пудра вообще не понравилась. Хайлайтер еще хуже, тон тоже отвратительный. Я не понимаю, почему мне так не понравилось. То есть бренд Дарвинг еще кое-как, ладно, с этим хайлайтером дружить можно, но рад вообще нет, вообще нет. Как и шу, шу, наверное, хуже, хуже, чем рад. Да, то есть если выбираете шу или рад, что нового попробовать? Ничего, лучше не пробуйте, но если у вас нет выбора, вам подарить хотят или шу или рад, ну рад в разы дороже, поэтому рад выбирайте, естественно. Но, отвечая, мне ничего не понравилось. У меня где-то лежала эта пудра, но я ее убрала подальше, чтобы ее не видеть, потому что она ужасная. И тон вообще, ну, короче, рад меня расстроил. Хоть сегодня я вроде бы более-менее накрашена, помимо этой части, переборщила с бронзером, что ли. Контур сегодня, кстати, от Одри, он хороший. Я сегодня красилась с такой небольшой раздражительностью в душе, потому что я ненавижу тон Виталюмьер. Вот эти все пудры, я терпеть их не могу. Ну, помимо Лоры Мерси, ладно, я с ней подружилась более-менее. Но все равно это худшая за год, потому что, чтобы ее нанести, надо постараться. А мы все любим легкие продукты для работы. Мало кто хочет сидеть и пытаться нанести пудру тонким слоем, правильно? Правильно? Правильно. Ну, в общем, половина нестойкая, половина дерьмо. И да, конечно, снимать видос про лучшую косметику мне нравится больше, но мало хорошего попадается, знаете, учитывая мои требования. Если я обругала даже хайлайтер от пупа, ну, о чем может быть речь? Я, дама, придирчивая. Обидно за этот спрей, я думала, что он мне понравится. Но и за палетку Шанель номер 5 уж можно было постараться и сделать получше. Металлик, чтобы он не был таким сухим и не осыпался. Ребят, пишите, что вам не понравилось в этом году. Есть ли у вас что-то из того, что я показала? Быть может, вы это очень любите. Как, например, мне про пудру и фраше писали. Может, она у вас есть и вам нравится очень. Или бронзер какой-нибудь, и вы его любите. А я вот тут обругала. Мне будет очень интересно узнать. Быть может, вам тоже это так же не нравится, как и мне. Или мне оно не понравилось, и вы купили и оценили. Потом подумали, ну, Мариха, у нас разные вкусы. Мне будет очень интересно узнать, что же вам понравилось из этого. Ну, или не понравилось. Особенно вот это. Вот мне интересно, кому нравится эта ссаная подводка от L'Oreal, я же забывала. L'Oreal Mata Signature, кому нравится? Мне нет. Ребят, у меня сегодня укладка очень странная, однако я все равно очень надеюсь на что. На то, что вам понравилось мое видео, не надоело мальсо, и да, с этим, с Рождеством вас оно уже пришло. Если вы вдруг праздновали, извините, что не поздравила. Надеюсь, что вам понравилось мое видео, не надоело мальсо и понравилось мальсо. Если так, то и всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк, оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой телеграм, потому что там бывает весело. Да, ну лучше на ютуб подпишитесь, чтобы мне было 300 тысяч. Но надеюсь, что к этому числу у меня уже 300 тысяч, и я вас хочу поблагодарить. Спасибо за поддержку огромное, потому что меня терпите, потому что я иногда такая грустная сижу, но вы все равно меня смотрите. Спасибо огромное вам, ребята, за все. Вас очень всех сильно люблю. Всем пока. Пить энергосы. Я повторюсь, что у меня кожа нормальная, эта пена мне ее не сушит, но я повторюсь, что у меня кожа нормальная, эта пена мне не так... Пупа хотя бы нас не... Пупа хотя бы нас... Пупа. Come on, boy. Show up. Короче, фиолетовый карандаш. Это что, это дерьмо? Короче, фиолетовый... Я не помню, честно вам скажу, хотелось вставить куда-нибудь там в конец. Худшим брендом года... О!